Программа «Поле» Куликова продолжает свою работу на телеканале «Соловью в лайф» и на волнах радиостанции «Весть и ФМ». Дмитрий Куликов в студии. Я вас всех приветствую. На связи с нашей студией сейчас шеф-бюро ВГТРК в Берлине Михаил Антонов. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, много чего произошло как-то вокруг этого уикенда. Этот бон-вояж господина Зеленского по Европе особенно отметился в Германии. Ну вот прежде чем вояж обсуждать, вот интересно, Бербок выступила еще в конце прошлой недели, как, хотя у нее сегодня опять очередной самолет сломался, вот что-то, кстати, у немцев там не так. У них все время ломаются правительственные самолеты. Как-то это подозрительно. Вот, она сказала потрясающую максимуму. Если вы поставляете оружие, то вы являетесь участником войны. Эту максимуму она обращала к тем, кто гипотетически может поставлять оружие России. А вот в обратную сторону никак она не работает на 360 градусов. Вот, это максимум. Потому что, ну, вообще-то, европейские страны сейчас соревнуются в том, кто поставит больше. Это не является участником войны. Нашелся ли кто-нибудь, скажу я, с отсутствующей надеждой на позитивный ответ, Кто задал, госпоже, Бербук вот такой вот вопрос. Германия является одним из лидеров по поставкам вооружения на Украину. Участвует ли Германия в войне? Ну, такого вопроса я не слышал, хотя могу предположить, что про себя его, наверное, многие, так сказать, критики курса канцлера Шольца, а это, в первую очередь, левая и альтернатива для Германии, про себя, наверное, формулировали. Что касается предмета, который заставил Бербук высказаться, это обвинения, выдвинутые послом США в ЮАР, относительно того, что Южноафриканская республика поставляет в Россию оружие. Якобы в декабре судно, груженное различными средствами, военными средствами, вышло из порта Кейптауна в направлении российских портов. И, собственно говоря, власть ЮАР вызвали в МИД посла США, чтобы прояснить ситуацию. Они отрицают факт подобных поставок, но, тем не менее, госпожа Бербук вот свои 20 копеек в это дело вставила. Что касается... Ну, так посол американский почти извинился. Он сказал, что у него не было точных данных, и он погорячился. Безусловно, но это же не мешает госпоже Бербук прокатывать какие-то шары в публичном пространстве. Ну, еще один перл от нее, да, поразительная логика, хотя она остается, в общем, в рамках своей собственной логики, потому что мы помним, что госпожа Бербук давно объявила России войну в ходе парламентской ассамблеи Совета Европы, если вы помните. Так что она-то как раз, в общем, в этом смысле корректна, да, собственно, она и, наверное, и согласится с тем, что Германия участвует в войне против России, осуществляя такие массированные поставки. Это Шольц, которую, это Шольц, вероятно, канцлер Германии будет это отрицать. Она, в общем, очень чувствует, ведет себя по-боевому, скажем так. Так что... Да, но Шольц решил компенсировать отсутствие такой боевитости, как у Бербук, знанием украинской мовы. Вот, и зачем-то произносил в Германии нацистские приветствия, слава Украин. Вот это тоже осталось, да, незамеченным? В Германии никто этого не обсудил. Нет, это никто не обсудил, ну и более того, так сказать, не в защиту канцлера, но как бы в обозначении некого тренда надо все-таки упомянуть, что и прежде Шольца подобные приветствия произносила ей Урсула фон дер Ляйн, причем неоднократно, председатель Еврокомиссии, практически любую свою речь, посвященную Украине, заканчивает этим нацистским приветствием. Калька из, собственно говоря, нацистского приветствия, которую переняли, так сказать, ОУНу по годы Второй мировой войны. И, собственно, я от Бербука, и это слава Украины, тоже мне приходилось слышать. Так что Шольц здесь не первооткрыватель. Ну так может им всем уже просто так привычно орать прямо натуральная нацистская, и все будет ясно, чего стесняться-то? Я вот сегодня, когда статью... Вы статью в Гардиан читали, Михаил, вот, про то, что... Ну если не читали, тогда просто вам рекомендую прочтите показательно. Это уже почти такой, знаете, почти гитлеровский подход. Вот, а там они, цитата вот одна чего стоит, что Россия в конце концов сейчас должна признать прогрессивную, преобразующую власть Европы над собой. Это цитата буквально. Прогрессивную, преобразующую власть мы должны признать над собой. Поэтому до того, как они заорут ЗИК, понимаете, осталось совсем немного, у меня такое ощущение. Ну, раз в сто лет, а у них вот, значит, приступ такого желания. Иногда дважды, два раза в сто лет. Ну, вы знаете, в принципе, до сих пор, конечно, все нацистские символы и атрибуты этого режима в Германии на законодательном уровне под запретом. Запретов никто не отменял до сих пор. Поэтому теоретически, теоретически, какие-нибудь законники, наверное, могли бы подвести канцлера и, так сказать, тех, кто произносит подобные речевки в публичном пространстве, на официальных трибунах, подвести их под какую-нибудь статью. Другое дело, что я вот просто сейчас не помню, в ходе Нюрнбергского трибунала, по-моему, там осуждались коллаборационистов, но вот были ли среди них бандеровцы конкретные? Там были осуждены дивизии ВАФ-НСС. Дивизии СССР. Да, а как мы понимаем, ВАФ-НСС это прибалтийские дивизии ВАФ-НСС, Галычина, соответствующая дивизия, которая и была сформирована из бандеровцев. Да, там, по-моему, была еще одна дивизия СССР из украинцев. Нахтегаль. Она, по-моему, называлась Нахтегаль, да, Соловей. Ну, тем не менее, возможно, если бы кто-то этим занялся, человек, знающий немецкие законы, может быть, что-то из этого и вышло. Но пока никто этим не занимается. Да, ну вот теперь вернемся к встрече, да, к вот этим всем обещаниям. И 2,7 миллиарда евро следующий пакет, который выделяет Германия, Украине. Вот. Ну и вообще, вот это трогательное единство Европы, они все, ну, понятно, канцлер, потом Джорджио Мелони, потом, господи, французский наш... Макрон. Макрон, да, Макрон, вот он, да. Ну и, конечно, Британия все это венчала, потому что Британия сказала, что она хоть уже из Евросоюза вышла, но все равно будет возглавлять Европу в крестовом походе против России. Я, может быть, буквально не так говорю, да, но идеологически это точно вот так. И я могу точно вам сказать, у меня полное ощущение, что в Европе провозгласили новый план Дранг на Хостен. Ну, единственное, что, наверное, могло бы испортить Зеленскому настроение в ходе этих визитов, это встреча с папой римским Франциском. Надо сказать, неласковая встреча получилась. И венгры, которые накануне завлокировали дополнительные 500 миллиардов долларов помощи из так называемого фонда мира, там есть определенный чисто экономический скандал, ну, как политико-экономически, разумеется, потому что Украина ввела санкции против одного из крупнейших банков СТБ из-за того, что это венгерское финансовое учреждение присутствует на российском финансовом рынке. И венгры требуют снять эти санкции с их банкиров, и взамен тогда они, значит, разблокируют вот этот 500-миллионный долларовый пакет поставок. В остальном, конечно, да, Зеленского тут все наблизывали на каждом углу, и Мелонии, и Моторелла, и Штайнмайер, и Шойц, и потом на него пролился дождь симпатии, значит, и любви, и обожания в Ахине, или Экс-Ла-Шапель, древней столицы Карла Великого, когда ему, значит, вручали эту премию, которую он, значит, покупал у него на пол. В Париже Макрон порадовал его тем, что вместе с Великобританией и Францией вроде как тоже готовы поставлять вот эти вот ракеты Storm Shadow, они как-то называются у них по-другому, только это совместная разработка. Есть французский аналог, да. Скальп что-то. Скальп, 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 вы правы, скальп. Да, да. Вот. Ну, это одно и то же, да, это совместная разработка. Ну, единственное, что сегодня как бы обсуждается, что я пишу, пишут немецкие газеты практически все, что при том ни у Германии, ни у Британии все-таки нет в данный момент для Зеленского F-16. Нет самолетов, нет истребителей, по крайней мере, нет желания их поставлять. Да, они будут тренировать украинских летчиков. Я подозреваю, что они уже тренируют, и не первый месяц, на самом деле. Но поставлять технику саму на Украину, это, видимо, будет очередная красная черта. Но так же, как было с танками, они будут постепенно-постепенно дозревать до этого, и когда-нибудь, я думаю, дозреют. Да, ну дозревает вопрос в том, до чего, да, ну, совершенно же очевидно. Может быть, они думают, что они кого-то обманывают, но нас они точно не обманывают, да, вот тем, что... Но якобы они так плавно втягиваются для того, чтобы нас к чему-то приучить. Вы знаете, у меня есть альтернативная версия. Они плавно втягиваются для того, чтобы приучить себя к мысли и свое население, что они в войне. Вот. Вот. И в тот момент, когда это произойдет де-факто, вот, ну, уже как бы это все будет и очевидно. Вот. И в этом смысле высказывание Бербок, оно не случайно. И первое, и второе. Хорошо, что вы первое вспомнили про то, когда она в Европарламенте сказала, мы воюем с Россией дословно, да. Вот. Поэтому приучают они прежде всего себя, свое население, вот. Вот. И думаю, что там решение о том, что в той или иной форме большой европейской войне быть, для вот этих вот всех людей уже существует. Ну, на уровне советников бундесфер, скорее всего, присутствует, потому что представить себе ситуацию, при которой такие сложные системы ПВО, как АРСТИ, которых еще нет даже, собственно говоря, в бундесфере, на вооружении бундесферы, отправленные на Украину просто так вот без технического, инженерного и, собственно говоря, боевого сопровождения, я, честно говоря, исключаю такую возможность. Мне представляется, что вот эти комплексы, да и те же патриоты, о которых сейчас много говорят, обслуживают западные операторы, западные экипажи. Так что уже можно, наверное, говорить с серьезным основанием, опираясь на наличие таких сложных комплексов, о том, что НАТО присутствует на земле. Называется Boots on the Ground, у них там есть на Украине. И причем в немалом количестве. И, возможно, это какие-то отставники, возможно, люди, взявшие отпуск или уволившиеся совсем из армии, но, тем не менее, и решившие поискать, испытать счастье на Украине. Они наверняка там есть. Да, я согласен. В какой-то момент не исключено, что общество просто будет поставлено перед фактом. Ребята, либо мы включаемся сейчас по полной, либо мы, собственно, вот все, что мы потратили, все, что мы вложили в Украину, все, что мы, значит, политическая, репутационная поддержка, вот это все будет напрасно. И поэтому мы идем туда. Ва-банк! Ва-банк! По сути дела, по сути дела, да. Да, я тоже так считаю. Вот вы упомянули этот самый Патриот, мы сейчас вот его показываем здесь на экране. Что в Германии говорят по поводу того, что российский кинжал бабахнул по Патриоту? Ой, вы знаете. И там как бы любопытно, конечно. Вот у меня сегодня дискуссия была, вот задавался коллега один вопросом, как же так, американцы подставили Украину, Украина отрицала, что было поражение, да, Патриота. А американцы работают, у них большой опыт работы в пиаре. Они говорят, да, поражение было, прошли сутки, через сутки они говорят, оно ерундовое, даже не потребуется вывозить ничего никуда, царапины, в общем, в общем, царапины. Поэтому американцы и признали, что удар по месту был, для того, чтобы сохранить управление над медийным контекстом. И сейчас американцы будут продавливать линию. Поражение было, но оно совершенно несущественное, ничтожное, и не надо обращать на это внимание. Вот как они работают. А что в Германии? В Германии, собственно говоря, в общем, калька, потому что они ретранслируют точку зрения, ну, сообщения пресс-службы, пресс-службы БСУ о том, что средствами ПВО Украины были сбиты шесть кинжалов, гиперзвуковых ракет, обращаются тут тоже к неким экспертам, которые говорят о том, что, да, теоретически такое поражение возможно, особенно если вот этот патриот выстреливает, там идет расчет траектории, какая бы скорость ни была, примерно траекторию можно прикинуть, и если на перерез кинуть там три десятка ракет, может быть, одна из них кинжал и собьет. Вот такого рода рассуждения в прессе. То есть они не подвергают, скажем так, они скорее придерживаются версии украинской стороны, а российскую полностью игнорировали. Это совершенно однозначно. Ну, собственно говоря, они то же самое делали, и когда рядом с какой-то бомбой фигурировал Кличко на страницах немецких газет. Это бетонобойная бомба авиационная для разрушения бетонных укреплений. Где они ее откопали, я не знаю, но утверждалось якобы, что это боеголовка от кинжала. Да, и, собственно говоря, и тогда, и сейчас они целиком готовы, вообще, не прибегая ни к каким минимальным инструментам фактчекинга, так сказать, или даже хотя бы к попытке сбалансировать, сказать, сбалансировать информацию, сказать, что вот есть информация от русских, есть информация из Киева, пожалуйста, вы сами уж решайте. Но, Михаил, есть информация от американских. Американцы признали, что попали по ним. Ну, они сейчас, да, они пишут, но они ретранслируют ту же точку зрения, что там пробило колесо и разбило ветровое стекло, понимаете? То есть, что я видел сообщение, что, дескать, этот комплекс сам по себе не нуждается в ремонте. То есть, его не надо сейчас прямо отправлять в Соединенные Штаты. Понятно, да. Пробило колесо и помяло зеркала. Да, да. Понятно. Понятно. Да, да, вот. Извини. Так что у меня нечего к этому добавить. Понятно. Настойчиво кто-то по соцсетям пытается к вам дозвониться. Вот. Но мы еще минуту, я все-таки хотел бы свой любимый вопрос задать. Их у меня два, вы знаете. Как поживает Кронпринц? Вот. И а все прервалась, да, связь? Ох ты, господи. Ну, жаль очень, да. Мы, я свой любимый вопрос не задал. Это, он имеет прямое отношение к рассуждениям про Патриот. У меня два любимых вопроса по поводу Германии. Как поживает Кронпринц, который осуществлял, вот, Михаил вернулся, да. У нас минута. Итак, два моих любимых вопроса прямо связанные с Патриотом. Как поживает Кронпринц и расследование заговора по захвату Бундестага? И второе, как там яхта, которая взорвала Северный поток? Ее уже обследовали? Значит, по обоим вашим вопросам могу сказать, что информации на этот счет нет. Это, эти, эти две информационные фигуры выпали с доски и на данный момент, в общем, видимо, у кого-то в рукаве или в кармане будут выставлены, будут выставлены в нужный необходимый момент в качестве ладьи или даже ферзя. Понятно, да, да, здесь был, здесь был конь, да, или кто там, как это было у Остапа Бундера, или где, а, моя ладья, куда делается моя ладья, да, она здесь была. Понятно, понятно. Так что, добавить. Спасибо большое, Михаил, но я, вы меня уж простите, но я вот, сколько мы будем говорить, я время от времени все так буду интересоваться, потому что это удивительно, удивительная вещь. Заговор по захвату Бундестага, а результатов расследования нет. Яхту, которая везла мины под Северный поток, нашли, а дальше ни слова, ни гу-гу, понимаете? Что там с этой яхтой, как я за нее переживаю? Соловьев Live.